РАДИО ЗВЕЗДА 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 РАДИО Это всего лишь наиболее, может быть, легко измеримая его часть, вот так скажем. Ну, действительно, сами антитела по себе играют, могут играть защитную роль, тут с этим никто не спорит. Единственное, что только антитела без самоиммунитета не ограничивается. Но ведь были разговоры, что вот антитела не так важны. Ну, антитела весьма важны для организма. Что делают антитела? Антитела связываются с антигенами или патогенами, да, и, соответственно, связываясь с ними, они как бы метят их для иммунной системы. И таким образом иммунная система их видит как наиболее рано, да, и, соответственно, может точечно их уничтожать, элиминировать, выводить из организма, так сказать, убивать, в зависимости от того, о каком антигене мы говорим. Поэтому нет, антитела крайне важны, и, собственно, это очень важный компонент иммунной системы. Другое дело, что антитела – это не весь иммунитет, это тоже правда. Вот эти же французские ученые и вы тоже исследовали, как они говорят, очень важный момент – это клеточный иммунитет. Вот вы также упоминали Т-лимфоциты. Вот что это такое? Так же, как в организме образуются специфические к определенным антигенам антитела, так в организме присутствуют, образуются специфические Т-лимфоциты, специфичные к определенным антигенам, ну, например, вируса нашего, да. К разным антигенам, значит, разные Т-лимфоциты являются специфичными, но, тем не менее, так сказать, они воздействуют целым на вирус. Смысл здесь ровно такой же. Когда организм первый раз сталкивается, например, с вирусом, например, с SARS-CoV-2, новым коронавирусом, иммунная система активируется и происходит первичное распознавание антигена очень небольшим количеством неэффекторных, еще неактивированных лимфоцитов, после чего запускается каскад реакции. Я не буду подробно рассказывать, там не только лимфоциты, естественно, задействованы в этих реакциях, но результатом этого финальным становится образование так называемых эффекторных клеток или эффекторных клеток. Это те клетки, которые непосредственно активны и воздействуют, противостоят вирусу, а также те клеток памяти, которые нужны для того, чтобы организм надолго запомнил контакт с встреченным вирусом. Соответственно, эффекторные клетки непосредственно противодействуют инфекции в остром периоде, а клетки памяти, они сохраняются длительное время, многие годы. Для чего? Для того, чтобы впоследствии, когда организм вновь, если не дай бог, он встретится с этим же вирусом, то организм бы развернул полномасштабную защитную реакцию как можно раньше. И, соответственно, вирус бы не успел активно размножиться, активно, так сказать, нанести вред организму. Но, соответственно, и говорим, что повторные случаи заболевания либо протекают в стертой клинической форме бессимптомно, либо малосимптомно, либо в легкой форме. То есть в более легкой форме, чем при первичном контакте. Так, в общем, часто и случается. Поэтому, еще раз повторяю, клетки памяти, Т-эффекторные клетки, Т-клетки памяти, они все, все они, и также, собственно, Б-клетки специфические, да, лимфоциты, все они играют очень важную роль в защите организма от вирусов. Ну, собственно, роль немножко отличается от таковой для иммуноглобулинов, для антител, да, но, тем не менее, она не менее важная. То есть вот эти Т-лимфоциты, они запоминают врага и начинают активно действовать. В случае повторной встречи с этим же вирусом, совершенно верно, вот этот специфический иммунитет активируется сразу. То есть ему не нужно образовываться еще, да, как при первичном контакте, а, соответственно, не теряется время. А это можно сравнить примерно, как вы знаете, как вот с таким грубым хирургическим инструментом и с очень точным хирургическим инструментом, например, при микрохирургии, да. Соответственно, если активируется специфический иммунитет, и он достаточной силы, то удается вот этим малым вредом для организма победить вирус. То есть буквально сразу в нужных местах происходит атака, там, где вирус присутствует, а другие места практически не затрагиваются. А когда работает не специфический иммунитет, да, которому, в общем, не важно, что это конкретный возбудитель один или другой, для него важно, что, в принципе, что-то чужеродное попало в организм, то вот это как примерно, значит, из пушки, да, происходит выстрел. То есть действительно полномасштабные иммунные реакции возникают, но они менее локализованы и, соответственно, затрагивают большее количество тканей, там, системы организма и, соответственно, потенциально могут нанести больше вред. Поэтому мы и говорим, что при втором контакте повторном, когда специфический иммунитет, ему не нужно уже образовываться, он уже образовался. Но он активируется в наиболее ранних стадиях, соответственно, сразу же после вторичного контакта. Соответственно, инфекция не успевает серьезно повредить организму. Вот, собственно, в этом смысл. Давайте разберемся. Напомню, мы беседуем с экспертом-иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым. Николай, многие ваши коллеги говорят, что в ковиде, например, ничего мудреного нет, обычный вирус. А многие говорят и утверждают, что он еще не до конца изучен. Так кому верить? Ну, здесь все зависит от того, каковы критерии признания того или иного вируса. Мудреным или немудреным? Это очень сложный вопрос, можно сказать. Потому что для одних специалистов какие-то свойства вируса кажутся обычными, для других они кажутся удивительными, так сказать, и необычными. Поэтому здесь вопрос скорее в интерпретациях. Но давайте по изученности и неизученности поговорим. Дело в том, что вот этот новый коронавирус SARS-CoV-2, он действительно относится к общему семейству коронавирусов, которым, помимо прочего, относятся два альфа, два бета коронавируса сезонные. Ну, те, которые вызывают обычную там сезонную простуду. Кстати, довольно нередкую. То есть примерно 25-30% всех ОРВИ, например, в США, как считается, они вызываются именно сезонными коронавирусами. Также к коронавирусам, как вы знаете, относятся SARS-CoV-1, или, как сейчас уже говорят, ну, SARS-CoV. Это вот вирус, который атипичную пневмонию вызывал. А также МЕРС. Это, собственно, ближневосточный вот этот респираторный синдром. Соответственно, SARS-1 и МЕРС – это тяжелые синдромы сезонной коронавируса. Это очень легкие заболевания, довольно легкие ОРВИ. Соответственно, наш вот этот новый SARS-CoV-2, он находится где-то между ними по патогенности. Но при этом гораздо эффективнее по его инфекционности. То есть он гораздо лучше распространяется, но гораздо менее смертелен, чем МЕРС. И, наверное, менее смертелен, заметно менее смертелен, чем SARS-CoV-1. Отсюда мы какой вывод делаем? Что, в принципе, это вирус несовершенно какого-то нового семейства, да, с совершенно непонятными свойствами. Нет, он относится к коронавирусам. Другое дело, что свойства этого вируса, конечно, до конца не изучены. Поскольку даже вирусы из одного семейства, вот их клинические свойства, они могут отличаться вполне. Ну, например, если какой-то вирус обладает тропностью к определенным рецептам, а другой вирус из того же семейства не обладает. Опять же, то есть истинно где-то посередине в данном случае. Это вирус и не совершенно новый далеко, но, с другой стороны, и не вполне изученный. Поэтому, собственно, мы говоря, вот сейчас на таком большом материале, а вы знаете, что какое количество сегодня зараженных уже, да, выявленных случаев, какое количество смертей в мире зарегистрировано, вот на таком обширном материале сейчас изучаются и даже относительно редкие свойства вируса. Даже относительно редкие. Вот мы говорим, что этот вирус новый, но китайцы недавно заявили, что вирус в нас давно спал, а его разбудила летучая мышь из рынка. Про вот эти разговоры, что он где-то там спал в организме, ну, я к ним отношусь, может быть, с юмором, да. Нет, вирус не спал, и, собственно, большинство специалистов, по крайней мере, те статьи, которые читал, они не говорят о том, что вирус где-то находился в организме, его что-то разбудило. Такого нет. По последним данным, да, собственно говоря, с марта месяца не сильно изменилась интерпретация происхождения вируса, да, есть две большие концепции, да, это первая концепция естественного происхождения, и вторая концепция, концепция или теория искусственного происхождения. Если говорить про естественное происхождение, ну, как и другие коронавирусы, довольно хорошо известные, да, скорее всего, таким мощным резервуаром являются вот именно летучие мыши. Также передается этот вирус через панголинов, например, да, или через других, может быть, промежуточных хозяев. Но в итоге, в итоге попал, этот вирус мутировал таким образом, что он стал инфекционен для человека, и, соответственно, как он только стал, это первое, стал инфекционен для человека, и второе, он получил способность распространяться от человека к человеку, вот это даже более важно для того, чтобы пандемия возникла. То есть не только человек мог от животных заразиться, например, съел это животное, да, употребив его в пищу, но также и потому, что вирус приобрел способность уже от человека респираторным путем, да, воздушно-капельным путем и воздушно-пылевым путем заразить других людей. Вот это очень важно. Это первое. Вторая концепция, условно назовем ее искусственное происхождение, здесь разные подтипы представлений присутствуют сегодня, ученые об этом дискутируют, доказательства этого, правда, не находят пока. Пока всего лишь это такие вот умозрительные заключения. Первое, это когда это генная инженерная природа вируса, когда его просто искусственно создали. Второе, это когда вирус был естественным образом, так сказать, получен, исследовался в лаборатории, но путем определенных манипуляций в лаборатории, да, его посевов, пересевов многочисленных, получен более опасный штамм именно для человека. И третье, когда, соответственно, связано со вторым, когда этот вирус утек потом из лаборатории случайным образом, не специально, а просто кто-то из исследователей его перенес. Поэтому, еще раз говорю, происхождение может быть несколько, либо искусственное, либо естественное, но никто, ну, серьезно не говорит о том, что вирус где-то в организме скрывался и он вдруг активировался. Ну, честно говоря, это вызывает немножечко такое отношение скептическое. Николай, я вот опять сейчас об исследованиях французских ученых из этих двух университетов. Вы же об этом исследовании знаете. Вот, например, переболел, антител нет. Вот одно из их утверждений. А какие еще новые загадки принес коронавирус? Ну, давайте скажем так. Почему не нашли антитела, да? Потому что находить тест-системы могут антитела, только начиная с определенного титра или концентрации, да? То есть, если они присутствуют в более низкой концентрации в плазме крови, то их и не находят. Второй момент. На какой стадии было проведено исследование? Дело в том, что сейчас скорее говорят не о том, что их не находят вообще у многих людей, а о том, что их титр быстро падает со временем. То есть, он находится, скажем, через 3 недели, 4 недели от возникновения симптомов иммуноглобулины G уже находятся, через полтора месяца находятся, а через 50, 60, 70, 80 дней титр резко падает. И так что-то система перестает их улавливать. У части людей далеко не у всех людей. Собственно, это исследование и показало вот этот феномен. Я просто коротко расскажу, потому что не совсем правильная интерпретация этого исследования в СМИ. В исследовании приняли участие 7 семей. То есть, вот 7 семей, и в них было, значит, 9 изначально заболевших и 8 контактных, за которым потом было наблюдение. И вот как раз интерес представляли, а как у этих 8 контактных есть ли вот эти клетки, есть ли антитела. Выяснили следующее, что из этих 8-6 человек в итоге заболело, 2 не заболело. То есть, большая часть из контактных заболела, 75%. Второй момент, который выяснили, это уже другие 6 человек из этих 8. Так вот, у других 6 человек выявились вот эти Т-специфические лимфоциты, а у двух человек не выявились. Но при этом, что интересно, из вот этих 8 человек есть 2 человека, скажем так, с результатами неожиданными. Один из них не заболел коронавирусом, но у него выявились эти Т-клетки, Т-лимфоциты. А другой человек заболел, притом весьма с характерной критической симптоматикой, но у него не было этих Т-клеток, Т-лимфоцитов. Поэтому, еще раз говорю, результаты этого исследования неоднозначны. Нельзя их трактовать как то, что Т-лимфоциты присутствуют у всех переболевших и так далее, а иммуноглобулины не вырабатываются. Это не совсем правильный вывод из этого исследования. И потом, ну, сами понимаете, да, 7 семей, 8 контактных человек – это слишком мало для того, чтобы делать какие-то обширные выводы. Я думаю, что это даже на фоне, ну, с точки зрения обыденного сознания вполне понятно, да, что это, в общем, только предварительное, так сказать, исследование, которое генерирует гипотезы, а не проверяет их. Поэтому, еще раз, давайте с осторожностью к этому относиться. Я считаю так, что есть какой-то процент людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, у которых, возможно, выработали, скорее всего, антитела к этой вирусной инфекции, но их титр недостаточный и падают они слишком быстро. Такое бывает. Это не… и коронавирусная инфекция не единственная такая инфекция, при которой такое падение антител происходит, уровни антител. И, соответственно, если вы через 2 месяца обследуете такого человека, и через 3 месяца, вы у него этих антител в достаточном количестве не найдете специфических. И как бы делается вывод о том, что иммунитета нет. Но при этом у значительной части из них, может быть, не у всех, у значительной части из таких людей, у которых переболели, но у которых антител уже нет через 2-3 месяца, у них действительно сохраняются вот эти специфические тельмфоциты. Наверное. Скорее всего, потому что это очень весьма устойчивая история. Другое дело, что иммунитет, еще раз говорю, он складывается из многих составляющих. Антитела – важнейшая составляющая. Но это и лимфоциты важная составляющая. Поэтому нельзя говорить о том, что у людей нет иммунитета, если у них нет определяемого титра иммуноглобулинов-джи антител. Так говорить нельзя. У них, скорее всего, есть иммунитет, но только клеточный. А гуморальный иммунитет, возможно, присутствует, но просто со значительно более низкой концентрацией этих антител. Вот и все. То есть нельзя сказать, что эти люди там не защищены как-то и так далее. Опять же, есть утверждение из ученой среды, что из Китая могут к нам пожаловать вирусы и пострашнее ковида-19, и даже бубонной чумы. А какие это вирусы? Ну, я коротко скажу про бубонную чуму, поскольку про нее сейчас, да, СМИ стало писать. Это, вообще говоря, вот эти районы, речь идет о северном Китае, и также о Монголии, и также о наших южно-сибирских территориях, да. Вообще эти территории эндемичны по чуме, они всегда были эндемичны, я думаю, что еще и будут многие сотни лет эндемичны по чуме. Там есть прекрасный природный резервуар, именно грызуны, в первую очередь, да, и блохи, которые там прекрасно в количестве имеются, и которые переносят эту чуму. Соответственно, сейчас речь идет о двух случаях, насколько я знаю, во внутренней Монголии, это китайская провинция, и два случая в Монголии. И там, и там, и в Китае, и в Монголии хорошие противопедемические, противочумные службы, кстати, как, надеюсь, и в России. Методика хорошо отработана, риск того, что это будет какая-то там пандемия и так далее, сейчас уже я не вижу никакого такого риска, тем более, что мы знаем, что подавляющее большинство таких случаев чумы, нелегочные формы в особенности, они хорошо лечатся антибиотиками. Хотя эта инфекция крайне опасная, и все-таки с достаточно высокой летальностью. Но это не пандемическая сейчас инфекция. Что касается вируса гриппа. Вирусы гриппа, вы помните, что в 20 веке было три пандемии гриппа, пандемии, всемирной эпидемии. И даже уже в 21 веке, вы тоже знаете, что в 2009 году, в 2009 году, также была, в общем, пандемия объявлена. Мы понимаем, что вирусы гриппа, это, в общем, те самые вирусы, которые такую пандемию не то что могут вызывать, они ее и вызывают. Поэтому риск новой пандемии очень высок. Учет он на входах китайских ученых. Во-первых, ведется хороший мониторинг на животноводских фермах. Почему? Потому что мы говорим, что от животных вот эти наиболее агрессивные виды, они периодически мигрируют к человеку. И что самое опасное, приобретают способ заражать от человека к человеку. Вот что важно. Поэтому, конечно, в ближайшие, может быть, 5-7-10 лет, возможно, новая пандемия гриппа, вызванная в том числе и вот теми, опять же, несколько измененными штаммами, которые в этом китайском исследовании, в недавно опубликованном, и выявили. Вполне может быть. Другое дело, что, в отличие от коронавируса, по гриппу, у нас, во-первых, есть технологии, разработанные технологией производства вакцин. Это значит, что по-крытически, поменяя антигены, там вакцину разработать очень быстро можно. Так же, как это делается для сезонного сейчас гриппа, для вакцин, для сезонного гриппа, профилактики. Поэтому это проще. Можно сразу вакцинировать большое количество людей. То есть, есть мощности по производству. Есть также понимание, как этот вирус себя ведет, какие осложнения он вызывает, какова его летальность. Мы уже сталкивались с этой пандемией. Поэтому, если вовремя начать подготовку и знать о том, что высока вероятность такой новой пандемии гриппа, то я думаю, что последствия будут минимальными. А третий момент, это когда мы говорим о новых вирусах. Например, тех, которые, возможно, как пишут специалисты, могут выйти наружу после таяния ледников, скажем, на Северном полюсе. Соответственно, вот эти ледники тают, соответственно, вирусы могут неизвестного происхождения выходить. Но об этой возможности можно гипотетически говорить. Николай, огромное вам спасибо. Спасибо большое. Вместе с экспертом-иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Ключковым мы обсуждали, какие еще новые сюрпризы нам может преподнести COVID-19 и могут ли к нам пожаловать еще более страшные вирусы. С вами был Василий Журавлев. Всего доброго. Давайте разберемся на радио «Звезда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok